У нас в гостях Денис Котлер, музыкальный продюсер, диджей, саунд-дизайнер и сценарист. Привет, Денис, спасибо, что пришел. Скажи, пожалуйста, вот философия диджейнга, она в чем заключается? Что такое диджейнг? Если начать с каких-то базовых вещей, какой-то философской, наверное, основой диджейнга, она очень хорошо коррелирует с нашей эпохой постмодерна, когда все смыслы и идеи, как визуальные, так и аудиальные, текстовые, они все перемешиваются, и люди в этом смешении пытаются найти новые смыслы. Диджейнг, собственно, прямое порождение такой философии, потому что главным его художественным методом является смешение разных композиций музыкальных для того, чтобы получить какие-то новые сочетания и при этом еще и создать какую-то одну волну, при помощи нескольких каких-то произведений, создать одну волну, которую диджей пытается рассказать в своем миксе или сете. Вайп, так называемый, который присущ каждому диджею в отдельности свой. Какие стоят задачи перед диджеем? Есть творческие, есть коммерческие, когда ты уже более профессионально занимаешься этим. Если базиса начать с творческих, то это как раз-таки это смешение. Ты должен очень грамотно и, наверное, в первую очередь именно интересно смешивать музыку либо разных эпох, либо разных стилей, либо одного стиля, но так, чтобы это смешение происходило органично, интересно и создавало вот этот какой-то вау-эффект для слушателя. А с чего у тебя начался диджейнг? С абсолютно спонтанной, простой ситуацией. Ну, тут стоит сказать то, что, в принципе, я... Изнамеренно моя именно история диджейнги, она началась именно с того, что я, в принципе, музыку очень много слушал, вот начиная там, наверное, лет с... Да какой? Я помню даже себя в детском саду, когда я просыпался в детский сад, меня мама будила, и у нас был старый такой магнитофон, радиотехника, с отвалившейся декой. Но мама вставляла, я помню, кассеты, и я вот с детства помню вот эти хиты Аббы. Money, 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 Oh, Sunny, In the Richmond's World, Dancing Queen, и вот это все остальное, или Леонтьева Дельтаплан. То есть, ну, это хорошая музыка, это классная музыка. И вот я вот как-то с детства ее впитывал, и все шло в большую историю, складывалось то, что я там к 15, 13-15 годам я очень большое количество музыки переслушал. А в тот момент уже пришел к какому-то року, какой-то тяжелой музыке. И вот тогда начало просыпаться где-то вот в этом возрасте мой интерес и к электронной какой-то музыке. Жил я тогда еще в Якутии. Я родом из Якутии, из небольшого городка Нерюнгри на юге. Якутии, юг Якутии звучит так. И у нас там было очень хорошее творческое комьюнити, ребят молодых, которые занимались абсолютно разными вещами. У нас был рок-клуб, у нас был свой КВН, у нас были пару клубов, где мы играли электронную музыку. И вот в одном из клубов один товарищ проводил вечеринки драм-н-бэйсовые. И вот это как раз-таки была волна популярности драм-н-бэйса. И меня там рвало прям на танцпоре. То есть я еще молодой такой, ну как бы я и сейчас не старый. Но юный, юный я тогда был прям совсем, я искрыл. Мне это очень нравилось все. И он просто заметил, как я танцевал, с какой самоотдачей я танцевал. И после очередной вечеринки он просто подошел ко мне и говорит, а ты не хочешь поиграть? И я такой, конечно, хочу. Как-то вот так вот произошло. А дальше очень смешная история. Он говорит, ну вот следующая вечеринка тогда-то, я с тобой свяжусь. И он связывается со мной буквально в последний день. Благо я сам не успел подобрать материал на сет. В последний день, то есть, а я, чтобы вы понимали, я до этого вообще не стоял за пультом. Ничего я не знал. И вот в последний день он просто мне ставит, ну вот смотри, это плей. Это вот тут повертеть, чтобы была громкость. Это вот частоты. Играй. Ну, собственно, я так просто что-то потыкал-потыкал. Первый вообще понял, как переводить один трек в другой. И просто вот сразу же сходу пошел играть на вечеринке в этот вечер. Ну, то есть, это не так сложно. Интуитивно ты начинаешь в это включаться, и оно работает, а потом просто опыт. Ну, да-да-да-да. Причем вот тот путь уже диджейский, который я прошел уже переехавшим в Москву в 2011 году, он тоже был достаточно долгий. То есть, я изначально казалось, что, ну, что тут, ну, как бы, что-то такого сводить, сводить, ну, что ты одно в другую перекидываешь, как бы более-менее, там, музыку слышишь, что популярное, и вроде бы все просто. Но в какой-то момент мне вот перестало хватать до какой-то там популярности или, ну, чего-то банального. То есть, я начал искать новые сочетания, и открыл для себя совершенно какой-то новый мир. И я понял, что гораздо больше времени требуется на то, чтобы стать в этом действительно мастером. Тебе нужно достаточно большое количество сетов отыграть, очень большое количество музыки через себя пропустить, всю, со всей пытаться дружить, там, ошибаться, пробовать, находить новые сочетания, удивляться. И в этом процессе у тебя и формируется вот твой стиль, в первую очередь, да, и вот то, что можно уже потом назвать, наверное, действительно диджейингом, когда у тебя какая-то свобода, действительно творческое выражение начинается. Не просто сведение актуальных треков, да, что тоже является частью диджейинга, но то, как я воспринимаю диджейинг, это именно самовыражение через микширование музыки. Где ты берешь треки? Вот как ты их ищешь? Ну, это самый доступный способ. Это стриминговые платформы, да, все наши Apple и Яндекс.Музыки и Spotify. Там очень удобно следить за трендами, то есть за тем, что сейчас актуально, да, там куча всяких плейлистов в разных нишах, разных стилей, подстилей, саб-жанров, и это все очень круто там классифицировано, и действительно ты можешь вытаскивать что-то интересное оттуда постоянно. То есть ты слушаешь все подряд, и что цепляет тебя для себя, да? Ну, можно это сказать, да, да, то есть вот эта вот привычка, которая у меня с детства была заложена постоянно уже, то есть я там после школы приходил, просто врубал магнитофон и бегал под домом под любую музыку, там вот, которая мне нравилась. Откручили Пепперс, я не знаю, там Продиджи какие-нибудь старые, и поп-музыка, там, и, не знаю, Муми Троль, вот все-все-все было в куче. И сейчас, ну, в принципе, происходит такая же картина, просто немного, наверное, я, ну, разнообразней музыку стал слушать, и, ну, более, наверное, уже насыщенную, что ли, то есть я вот какие-то простые формы, ими уже присыщен, там, меня начало тянуть больше в джаз, какие-то такие вещи, которые, ну, более структурно сложные и мелодические, то есть в них больше глубины рассказа и нот, мотивов, мелодии, все это, ну, более такую богатую палитру смешано. И вот такие более уникальные вещи, их, конечно, лучше всего искать по лейблам, по конкретным, да, то есть лейблы — это конкретные компании, которые занимаются продвижением определенной музыки. И вот, собственно, когда ты встаешь на поди джей, ты начинаешь потихоньку с этой стороны вникать в музыкальный бизнес, начинаешь понимать, как устроены, что это действительно процесс, на котором многие люди зарабатывают хорошие деньги, и не обязательно быть Моргенштерном, я не знаю, там, кто-то у нас еще известный сейчас, там, Федюковым. Монеточкой. Монеточкой или Сайнара Боем, забыл, как его зовут, вот, чтобы жить за счет музыки. У нас, конечно, сейчас музыкальная индустрия нового образца в России, она в достаточно зачаточном состоянии, но уже появляются те прозападные формы взаимодействия, которые действительно хорошо начинают работать и приносить всем прибыль. И, значит, становится понятно, что да, мы, наконец-то, можем нормально музыкой зарабатывать, кайфовать от этого и развиваться в этом. У нас индустрия действительно крепнет и растет, потому что, когда я к ней подступался до, там, буквально, наверное, лет пять назад я начал вот это более осознанное прям движение в сторону музыки, было сложновато. Очень мало было толковых курсов, очень мало было информации, а тогда там только стрельнул Ваня Дорн, который как-то поменял, да, вот, ключ восприятия русской музыки из эстрадного на нормальный современный поп, да, и, ну, то есть тогда это все такое прям вот совсем начиналось. Сейчас, в прошествии вот этих, там, пяти-четырех лет, прям, появились очень хорошие институты, ну, в смысле места общения, сообщества, ими тот же самый, институт музыкальных инициатив, очень известный. Вот, очень хорошую и нужную вещь делают. Одним из первых мест была школа музыкального продюсирования ДОС, в которой я отучился в свое время еще в 2017, по-моему, году. Она очень большой толчок не дала, потому что были грамотные преподаватели, Андрей Рюшков, Андрей Ишгандрабур. Они сами прошли до этого одними из первых, там, достаточно такие интересные пути в музыке, вот, в нашей, в русской, даже в той еще не сформировавшейся, да, и смогли как-то прям воодушевить и мотивировать. Я через них начал верить в то, что, да, все складывается, все возможно. Вот. Если вернуться опять к тому, где искать музыку, вот, эту тему я развил и начинаю рассказывать про лейблы. Так вот, лейблы являются частью музыкальной индустрии, и это компании, которые занимаются менеджментом артистов и, соответственно, кулируют разные направления под стиль или жанр музыкальный. Соответственно, если ты интересуешься каким-то жанром, ты начинаешь узнавать, какие лейблы этот жанр продвигают, и, соответственно, подписываешься в соцсетях на них и просто отслеживаешь то, что они постят, какие у них релизы выходят, и в современном средственном коммуникации ты буквально первый прям получаешь эту информацию. Еще одним источником хорошим для получения новой музыки, наверное, я назову SoundCloud. Площадка, очень массовая площадка для сбора. Для всех начинающих и уже состоявшихся музыкантов. Но чем она интересна, то, что там много музыкантов выкладывают свои демо-работы или какие-то неизданные вещи, то есть они уникальные. Их нигде нет, их никто не выпускал, например. А человек просто сделал, не стал заморачиваться, как-то промоутировать. Или у него что-то получилось вразрез с его обычным музыкальным руслом, той музыкой, которую он делает. И он получился вроде бы законченной работой. Он чувствует, что все уже там, колдовать нечего, надо ее выпускать. И он обычно берет и выкладывает просто на SoundCloud. А ты такую вещь подхватываешь. Ну вот для меня, например, такие вещи являются самым как бы большим сокровищем, наверное. Потому что я имею в виду, что когда артист делает что-то несвойственное ему, это всегда интересно. Когда человек пускается на эксперимент, всегда получается очень что-то интересное в музыкальном плане. И вот в плане таких находок SoundCloud прям... Как не бояться делать что-то свое? Особенно, когда ты только начинаешь, тебе там друзья, еще кто-то может сказать, да, по-моему, что-то вообще не в кассу ты делаешь, фигня и так далее. Как это пережить? Как не бояться? Ну, наверное, я отвечаю на этот вопрос того, что вообще не стоит таких вещей в жизни бояться. Современный мир и креативная... Работа в креативной индустрии и вообще как бы креативность по жизни, она предполагает открытость к любой критике. И критика – это никогда не какая-то точка на твоей жизни, карьере. Это просто мнение другого человека. И только тебе выбирать, какое значение придавать этому и как этими мыслями воспользоваться. Вот тут даже будет очень хорошо сказать, назвать это не словом критика, а мысли. Это просто мысли вот такого определенного порядка другого человека. Он так думает об этом. Но понятно, когда это твой близкий человек, тебя это как-то цепляет. Ты с ним споришь. Тебе хочется ему сказать, нет, я нормально себя делаю. Ну, а это уже обратная сторона. Это уже вопрос твоей веры в свое дело. Если тебя… Что мне нравится, лично мне нравится именно в музыке, почему я ее занимаюсь, потому что в современном состоянии, да, вот развития музыки самое важное, чтобы она нравилась тебе. Я считаю, что больше, ну, не имеет смысла делать ее по другой причине. Ну, вот говорят, что кто-то там, например, зарабатывает, именно приходит в музыку, чтобы заработать денег. И у кого-то, ну, это тоже часть его мотивации. И музыка становится инструментом в этом. Но это тоже вот часть вот этого. Ты хочешь делать музыку, чтобы зарабатывать деньги. Кто-то хочет делать музыку, чтобы сама выразиться больше. Кто-то хочет делать музыку, но как бы в идеале все хотят делать музыку, чтобы сама выразиться и заработать денег. Поэтому здесь вообще нет никаких конфликтов. Одно другому вообще никак не мешает. Но первоочередная вот эта установка – это то, что ты действительно просто хочешь делать музыку. и соответственно ты должен понимать что критика критикой мнение может быть высказано когда но когда тебе просто говорят это не очень ну в какой-то очень такой резкой форме очень не очень у тебя как-то получается то тут можно засомневаться какой-то истинная заинтересованности человека в твоем творчестве до часто я натыкался на то что люди просто завидуют тому что ты вообще что-то сделал что вот он все делали не знаю мы не пришла такая идея ты вот взял разобрался какой-то программе или научился играть на гитаре связал три аккорда и вот ты уже как будто что-то получилось это классно критика а конструктивная критика на себя подразумевает какие-то конкретные нюансы тебе человек скажет вот вот тут мне кажется так а вот тут я например слышал что обычно в песнях например вот так вот идет мне кажется у тебя тут немножко там недоработка или что-то вот это что так ну конкретное конкретный момент которого на который среагировала ухо другого человека вот это может быть как бы пищей для конструктивного вашего разговора и критики просто для твоего адекватного адекват твоей адекватной реакции на его мнение а все остальное она заключается только вот в этом моменте веры в себя и в свое дело и в наслаждении процессом потому что создание музыки она тебе она в нем есть эта магия когда при написании тебя просто вносит куда-то ты вот уже не заметил вот эти все про даже если ты закончил музыкальную школу не закончил или ты там делаешь что-то как садился вроде бы дело что это конкретное но если ты отдаешь этому процессу полностью у тебя часто происходят переключения просто какие-то что ты вот она просто начинает из тебя идти то есть если ты научился владеть инструментом или программой ты уже вот у тебя нет уже момент куда нажать как сыграть то есть чуть чуть более менее уже владеешь по свободней тебя все чаще случается то тип момент когда просто через тебя она льется это самое прекрасное что есть в этом состоянии и вот на этом больше надо стоит делать акцент не на критике что ли критик чем больше ты будешь развиваться в этом тем больше ты сам будешь через адекватное мнение других людей понимать что действительно стоит тебе доработать это приходит какое-то чувство внутреннее со временем а вот еще скала программах какие есть базовые программы чтобы работать с музыкой есть так называемый долл digital audio workstation цифровая аудио рабочая станция них на данном на данный момент большое множество но есть основные это лоджик про лоджик проект и муку лайф фрукти лук ну наверное еще кубейс про туз которым пользуется и как раз таки инженеры звуковые в основном и я еще наверное назову рипер да и еще есть их очень большое количество вот эти вот наверное основные о которых по крайней мере в моем информационном поле вот они мельтешат три основных это лоджик и был там и фрути лук поголовное подавляющее большинство продюсеров все кто занимается музыкой работают в них самой креативной наверное и гибкой в этом плане является и был там потому что там очень удобные способы коммуникации коммутации внутри самой программы и очень очень богатый набор виртуальных инструментов с очень гибкими гибкими настройками по обработке звуков то есть там можно так накрутить что маму не горюй сейчас выходит уже 11 версия эйблтона до 10 версии вот девятка который я приобрел свое время вместе с контроллером к нему она была очень серая и очень так знаешь папа не по дизайнерски по программистке была оформлена то есть очень сухая такая и вот ты понимаешь и потенциал этой программы ты понимаешь как круто вот туда все можно крутить но ты прям смотришь на июте прибыль как-то вот тускло так на душе ты как ну не хватает от этой искорки еще и вот я действительно вдоль появление десятой версии в которой эйблтон команда разработчиков эйблтон наконец-то поняла это и догадалась они сделали нормальные цвета подобрали современную палитру да там шрифты и аккуратненькие все вот прям стало такое очень гармоничное в этой программе ну вот на визуал да до этого я работал только в лоджике вот только десятка вышла я такой ай все это нырнул и вот прям полностью изучил эйблтон теперь эти программы владею на очень хорошем уровне продвинутым вот помимо этих digital аудио workstation есть еще куча программ которые связаны с прямой обработкой звука или записью третья категория это программы которые с диджеем связаны это трактор от нитив инструмент серата наверное я выделю музыкальная композиция и теория музыкальной композиции она насколько важно для диджея сейчас эти знания они уходят на второй план их нужно наверно это базовым ну они трансформируются мне кажется согласно тому как трансформируется принципе образование сейчас она переходит от знания кучи фактов знанию сути и вот в в диджеинге тут это надо разделять диджеинг и продюсирование музыки да но диджеинге ты не как скажем диджеинге ты оперируешь композициями которые вот особенность это танцевальная музыка они созданы по определенным правилам это вот 8 тактов вся вся танцевальная музыка она делится на восьмерки пам 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 восьмерки ты там для себя еще можно четверки то разбить там но в целом вот там грубо говоря там где восьмерки вступления две восьмерки разгона две восьмерки основной части потом яма две восьмерки опять таки за счет опять восьмерка разгона и опять еще там основная часть и аутро то есть это все вы делится над эти квадраты которые ты как раз таки друг на друга вот в этом ровном ритме как бы накладываешь и сводишь а если говорить именно о продакшене то это немножко другая история почему я говорю что это не так это это важно понимать но здесь очень большой процент твоего скилла зависит именно от твоей наслушанности вот если ты мы редко когда пишем музыку не ту которую мы слушаем или как ну то есть не человек так устроен то есть ты воспринимаешь сначала что-то и потом вот опять таки вся вот это вот посмотрю новая концепция основанной переработки чего-то что ты до этого поглотил ты просто собираешь что в своем варианте свой конструктор изо всех этих деталей и не система такая же ты просто много чего слушаешь и в момент когда ты у тебя вот эти паттерны откладываются ты ну вот я часто за собой замечал что у меня буквально на уровне знаешь подсознание я вот пишу трек и в какой-то момент вот там доходит он до плетной стадии я ну вот как работа происходит в центре одну часть написал переслушала вторую часть написал переслушала а все ровно идет третью там переслушал но это в разных вариациях бывает зачастую именно так происходит и и в какой-то момент и какой части приходишь и прямо вот что-то дальше не крест но ты интуитивно чувствуешь вот здесь должен быть перерыв какой-то здесь что-то такое должно быть здесь должно быть что-то вот это вот ступить то есть а у тебя эти все ощущения я их даже не назову каким-то правилами да но получается это такие вот интуитивные ощущения правил они у тебя внутри где-то сидят именно благодаря вот этой военнослушанности потому что ты слушал до этого большое количество музыки из этого стиля или просто той музыки который тебя вдохновляла да и соответственно слушал очень внимательно ты и впитывал и она у тебя ее форма и звуки которые там используются темп тембры которые в инструментах заложены да и композиция у тебя это все отпечатывается и ты начинаешь это в своих вариантах уже воспроизводить поэтому базовый наверное все-таки какие-то вещи по этому поводу нужно прочитать но у меня есть такое предположение что гораздо больше открытий тебя ждет если ты вот не забиваешь голову какими-то знаниями а просто отдаешься процессу делания музыки раз от разу там от композиции композиции ты как будто для себя переоткрываешь вроде бы те же самые какие-то законы которые ты мог узнать но это превращается именно вот в это открытие и это часть вот этого магического процесса креативного связано с музыкой что ты простые вещи можешь переоткрыть для себя и это будет совершенно другое ощущение нежели ты прочитаешь где-то вот надо делать так хорошо я делаю так кому-то так удобнее делать для меня музыка это вот процесс в таких вот открытий пусть иногда они банальные но там допустим раз-два банально а на третий раз у тебя получается что-то свое и и ты понимаешь что кого то есть значит вот на вот этих банальностях потом подрастает не банальности происходит что-то действительно уникальное согласно вот у меня в голове просто цитата креативность это умение соединить уже известные элементы уникальным образом так и есть отработает везде спасибо огромное за эту беседу пожелаю нашим ребятам вот тем кто задумывается на музыке не бойтесь никакой критики будьте открыты к звукам и музыки вот в том возрасте в котором вы сейчас и находитесь это это ваш большой плюс это прям вот то чем нужно пользоваться максимально поглощать поглощать и пропускайте все как-то через сердце в том плане ощущаете что действительно нравится вам тоже но счете то что приводит тело в трепет или в танец и от чего вот что-то внутри может замер это замирает или вот что-то какой-то что-то начинается такое настоящее живое это самый главный мне кажется такой показатель и способ пронести вот эту любовь к музыке и заниматься этим делом очень долго второй момент не бойтесь рассылать и делиться музыкой с другими людьми прям вот изначально если вы уже как-то пробуйте музыку отдавайте вот на тоже это мнение другого человека неважно каким она будет просто получаете обратно учитесь получать постоянно обратную связь потому что без обратной связи музыка начинает под затухать и старайтесь делиться ее как можно большим и разным кругом людей не только близких понятно чтобы все мы начнем там друзей с родителей с одноклассников но старайтесь сразу же это вот куда-то дальше какие-то паблики может быть вот в том же контакте я не знаю или куда-то еще главное вот этот какой-то диалог с миром через свою музыку начать пусть она будет сначала не не близко не уровня шостаковича этого и не нужно нужно просто привыкнуть к этому что я создаю музыку я общаюсь через музыку которую создаю с миром я хочу что-то донести я не всегда даже могу понимать что я хочу донести но я но мне это нравится я хочу это делать хочу тем делиться хочу знать что люди думают по этому поводу я думаю это самое важное именно вот такое отношение а все остальное уже частности это ну просто вот ситуации какие-то когда вам отказывают не надо расстраиваться да допустим если с тем же диджейнгом ты записал какой-то микс тестовые и отсылаешь какой-нибудь там заведениях друзей друзьям где ты бы хотел отыграть да там или вечеринки что-то готовишь и не было какого-то ответа или какой-то нужно тебе реакции это ничего не значит значит что просто нужно еще один запиши и просто как бы да просто перенести нужно перенести не не создавать никаких ожиданий и перенести точку внимания не свод того что ответит не ответит на процесс удовольствия от самого на получение удовольствия от процесса создания самой самой музыки или вот миксов или подбора музыки или отслушивания музыки когда у тебя это у самого переходит какой-то естественный процесс который просто становится частью твоей жизни люди вокруг это замечают и они вдруг начинают блин классно ты это сделал а можешь у нас сыграть